Итак, начинается шестой тур и у нас единоличный лидер Александр Морозевич, он обыграл и Инар Кеева тоже, ну а теперь на прием к Саше попал его тезка из Соединенных Штатах Америки. Александр Анищук, ну украинский гроссмейстер, который регулярно навещает родные края, играет в турнирах бывшего Советского Союза, у нас в России очень часто играл в Пайковском и других соревнованиях, но вот сейчас в чемпионате Москвы принимает участие. Это у нас спокойная испанка, вообще Морозевич под каждый Блиц-турнир готовит свой отдельный дебютный репертуар, в этом, кстати, одна из причин его регулярных побед. Дело в том, что в Блице крайне сложно разобраться в каких-то тонкостях, нюансах, но, как я вижу, сегодня Саша не принес на турнир острые какие-то схемы, он предпочитает играть сдержанно, неторопливо и не форсирует события с первых ходов. Он уходит от теоретических каких-то дуэлей, но, в принципе, для шахматиста, у которого очень хорошо подставлена Блиц-игра, который умеет играть быстро и в это же время качественно, в принципе, достаточно практичная манера поведения, потому что, скажем, если соперники его лучше подкованы в теоретических, в актуальных позициях, то зачем соваться, подставляться под их удары. Именно так и рассуждает Морозевич. Ну, вот сейчас, кстати, мне кажется, очень неплохо трактует дебют американский гроссмейстер. Уж прости, Саша, не щук, я буду называть тебя американцем. Вот, потому что у черных отличное развитие, пространство есть, но, правда, Д5 немножко угрожает. Х5, кстати, заметьте, что без рокировки действует черный, они просто собираются поставить мат. Сейчас Х4, и белый король на Ж1 будет в беде. Ну, вот, правда, вопрос в том, не земнули ли черные тот момент, что сейчас подвисает пешки на С6, а если сыграть ферз Д7, то повиснет пешка на Ж5. Вот, интересно, интересно. Тут, ну, правда, у них два слона, и наверняка даже жертва пешки, наверное, будет вполне резонной в какой-то степени, но надо посмотреть. Я думаю, что не видел, конечно, такого ответа, а не щук. Да, ладья Б8, нападение на пешку Б2, но даже не стал брать на С6 Морозевич, он решил прояснить ситуацию в центре. Вообще, если вскрывается центр, то надо, конечно, постараться все-таки короля-то все-таки спрятать, например, сделать короткую рокировку. Ну, в этом случае, правда, остается непонятным, зачем вообще сделан ход H6, H5. Лучше бы пешка осталась на H6. Ну, вы знаете, вот пешкоед какой, лидер нашего турнира. Так, уже две лишних, да, но а не щук идет на принцип. Ход H4 очень азартный, боевой, потому что белые могут еще и на С7 откушать пешку. Я уж не говорю про такую мелочь, как пешка H6. Так, ну, заставил задуматься своего соперника. Я, правда, не вижу, если честно, каких-то серьезных угроз. Ферз А5, вот это, вот это да, вот это ход, пароход. Угрожает взятие на С7 пешкой. В случае взятия на Д6, видимо, Морозевич собирается не менять ферзей, а на Ж5 еще откушать. Ну, вот, судя по всему, ну, все равно, видимо, придется так поступать черным. И, ну, в результате их дебютная стратегия, видимо, оказывается неверной, ведет к неприятному окончанию. Я так думаю, все-таки СД надо сыграть. На ферз бьет Ж5, я ход слон Ф6 неожиданно замечаю. Неожиданно, конечно. Странно, странно это. Ну, теперь на ферз бьется С7, что делать? Тогда можно бить на Ж3, да? На Ж3 и бить на Б2. Ну, что ж, может быть, еще поборемся. Все-таки два слона в какой-то момент должны выскочить, выпрыгнуть. Очень важно будет взять на Б2 сейчас ладьей, чтобы слон на Ж7 ожил. Вот, кстати, не факт, что надо бить на Ж3 в ответ автоматически. Меня за белых, наверное, беспокоило бы то, что после взятия ладья бьет Б2, спешка на Ц3 подвисает. И слон на Ж7 оживает со страшной силой. Так что здесь надо подумать серьезно. Благо, время есть. Но все-таки играет так Морозевич. Наверное, у него есть какие-то соображения, связанные со сходом комбио с Ж5. Комбио с Ж5 и на Ф7 зависает, да? Так, любопытно. Там на Д2, в свою очередь, у белых конь был под боем. Так что теперь у черных есть возможность сыграть ладья Б5, зачтить пешку Ж5. Да, да. Знаете, я бы не стал здесь списывать со счетов черных. Здесь, по-моему, еще борьба продолжается. И пешка на Ц3 висит. При случае ладья Ц5 ход последует. Ну, в общем, понятное дело, что по ходу пьесы мы увидели уже, наверное, несколько ошибок. Но для нас, для зрителей, приятно то, что интрига сохраняется. И не все так просто для Александра Морозевича. Он будет еще... Ему надо еще проявить здесь немало таланта. Для того, чтобы продолжить свою победную серию. У черных, кстати, есть там возможность слон Е6, король Д7 как-то активно выставляться. У меня закрадывается такое подозрение, что здесь может случиться сенсация определенная. Такая маленькая. Ну, взял на Ц3. Анищук немножко... Вы знаете, почти-почти уже поровну пешек. Почти поровну. То есть осталось... Ну, а если взял на Б4, взял на Ж5, там шаг на Ц5. Вот это да. Сейчас Морозевич может даже зевнуть. Смотрите, взяли размен на Б4. Комби от Ж5. Кажется, что черным плохо из-за Вилкина на Ф7. Но после слона Ц5 белые будут вынуждены отдать качество. Так-так. Вы знаете, а борьба-то идет на три результата. Можно просто Ф6 сыграть даже. Ф6 не отдать. Не отдать. Или слон Е6. Тоже прекрасно напали на коня. Я вообще подозреваю, что сейчас черные слоны могут сказать свое веское слово. И в какой-то степени... Повредить. Повредить белым. Так. Ну как еще ладью активизировать черным? Вот не совсем понятно. Ну может быть, Ф6 все-таки сыграть. Лошадей белых на Е5 не пустить. Ну. У Анищука другое решение. Он провоцирует ход конь Е5. Вообще он выглядит достаточно серьезным. Тогда последует слон Ц5. И, видимо, черная ладья заскакивает на Н2. С некоторыми угрозами. Поэтому последовал конь Ж5. Собственно, Морозевич собирается уменьшить поголовье черных слонов. Это довольно практично. Слон Ц5 в шах тоже не помешает. Но здесь ладья А2 есть ход. Мне кажется, вообще полный порядок у черных сейчас будет. Дело в том, что как защищать пешку Ж2? Там посыпятся все остальные. Взяли-взяли. Не знаю. Ну разве что конь Е5. Какое-то острое продолжение может последовать. У меня такое подозрение, что здесь Морозевич не сможет продолжить серию побед. Да. Ну вот таким образом он немножко упрощает игру. Хотя, вы знаете, конь защитил пешку на Ж2. И, судя по всему, в ладейном окончании сейчас нас ждет почти равенство. Сейчас только надо посмотреть, кто больше пешек съест. Е5. Ну это ход мастера. Потому что теперь угрожает ладья Беже 2 и на Ж3 уже не защитить. Но белые ладья С5 могли сыграть. Вот я не уверен, что ладья С6 это правильно. Потому что сейчас белый король будет оттеснен. Мне кажется, что сейчас ничейный исход партии уже будет совсем неизбежный. Итак, смотрим, кстати, на показания часов. Шахин-шах и просто король Д7. Если съедим пешку Д6, вообще все закончится. Да, это ничья, конечно. Да, я думаю, что здесь можно с чистой совесть соглашаться на ничью. Хотя Морозевич еще, конечно, немножко поиграет. Шахматы. Хотя, ну не знаю, король Е5. Вот посмотрите, что не ход, то мастерство большое. Да, но здесь все-таки результат уже зафиксирован. Ну что, молодец Анищук. После сомнительно разыгранного дебюта он сумел спастись. Браво.